итак добрый день дорогие мои зрители и слушатели мы начинаем наш традиционно уже эфир по пятницам сейчас я закрою окошечко чтобы нам звук не мешал итак сегодняшний эфир у нас посвящен нашим любимым людям то есть нашим мужчинам тем кто рядом с нами очень много вопросов поступило на эту тему также в конце эфира мы разберем с вами еще одну фигурку и поймем почему там получаются те или иные проблемы проблемы с рукавчиком на рукавам мы скорее всего посвятим совершенно отдельный эфир для того чтобы не валить все в одну кучу и не не как говорится подробности были более широко раскрыты итак начинаем первый вопрос который к нам поступил от виктории мужчина у меня крупный у него широкая грудь развернутые плечи достаточно большой живот есть и сутулость баланс у него достаточно большой пиджаки я уже освоила на его фигуру но это вообще супер если вы освоили пиджаки на такую фигуру то вы мастер какие проблемы тогда со всем остальным трудно сказать там за счет выточек все получается очень хорошо а как быть сорочками с футболками и джемперами и еще вопрос по вырезу горловины сколько при построении отмерять на такие большие размеры и вот его мерки и показывает человек вот эти мерки посмотрите 66 размер по груди 62 по бедрам видите какие большие мерочки у человека но такой вот хороший крупный у нас мужчина и мы смотрим на его картинки вот это сзади шнурочек завязан абсолютно правильно вопрос о снятии мерочек шнурочек завязан правильно но если чуть-чуть присмотреться то я бы сказала что он немножко впереди опустился вниз может быть еще на сантиметрик на пол сантиметрика я бы его впереди поднял подняла повыше и обратите внимание вот здесь хорошо видно что объем в области талии у него больше чем объем в области бедер вот понимаете к чему я клоню да сколько угодно у нас таких есть мужчин и здесь вот тоже мне видно что впереди у нас опущен немножко наш шнурочек установочный пояс опущен чуть-чуть вперед вниз да это приведет к тому что длина до талии по переду у такого мужчины будет еще больше чем есть на самом деле она и так у него большая за счет выпуклости животика она преувеличена и поэтому разница между длиной талии по спинке и длиной до талии по полочке будет достаточно большая и вы ее еще усугубляете вот этого я бы не стала делать дальше ну вот так он выглядит у нас спереди тоже видно что бедра уже чем далее широкая грудь широкая грудь понятно так на того мы для того мы и шьем с вами индивидуально чтобы все эти особенности учесть как строить на такого мужчину конечно строить точно так же как мы это делали для женщины то что измеряем то и откладываем единственное что для такого мужчины нам нужно будет сделать это нужно будет выполнять отведение переднего среднего шва полочки для того чтобы для того чтобы опустить как раз точку p1 но я не буду здесь показывать эти подробности потому что они у меня достаточно хорошо раскрыты последние три видео пожалуйста мы вам выложили про мужчину да есть построение сорочки есть построение всего как если выточки есть то понятно как это выполнить вот нам пишет торя по моему но неважно а если нет выточек если нет выточек например вы шьете футболку я бы у этого мужчину посередине футболки сделала бы шов как-то бы его обыграла может планочку туда пристроила может быть какой-то декоративные какие-то элементы прибавила добавила да но обязательно сделала шов и за счет этого шва я бы оформила переднюю часть полочки то есть я бы выполнила отведение так необходимое этой фигурки для того чтобы ваша футболка не задиралась под животом наверх и не была бы перекушена плюс к этому отведению на футболке я бы сделала для того чтобы уравнять боковой шов полочки и спинки я бы сделала посадку как в изделии без нагрудной выточки которые мы с вами проходили базовая конструкция без нагрудной выточки мы с вами говорили что если это у нас трикотаж то мы можем спокойно вот эту разницу в длине швов приподнимать первую полочку там на какую-то на три сантиметра до талию соответственно бедра и линию груди и остаток остаток переводим в посадку так и тут только посадка у него пойдет на будет располагаться в области талии и там выполнить посадку вот таким образом можно будет сделать футболку джемпер если ткань тянется все то же самое что еще у нас человек спрашивала сорочка ну а сорочка это элементарно потому что сорочка она имеет впереди планочку застежечку и вы спокойно в этой застежечке и планочке сделайте там приточную планочку чтобы не за счет подворота у вас это обрабатывалось да и будет все хорошо и сорочка будет точно так же можете сделать по линии талии там где выпуклая часть животика кокетку какую-то да на передней половинке и в эту кокетку спрятать еще остаточную выточку по на животик для того чтобы еще больше развернуть вот этот наш нижнюю часть нашего животика и будет у вас все хорошо так и не то и не так просто объяснить что у него широкая грудь и развернутые плечи есть сутулость и есть живот если есть сутулость опять же проектируйте выточку на плечевую выточку увеличиваете до трех сантиметров увеличиваем плечевую выточку для того чтобы обеспечить нормальное прилегание вашего изделия в области лопаток и в области задней части проймы от плеча спинки задние то есть спинки проймы чтобы там не было фалк не было косых заломов никаких то она нуждается как раз вот глубокой вот такой выточки так марина как правильно снимать мерки на построение основы плечевого изделия на мужчину животика меня интересует в основном sb но как правильно снимать мерки мы сейчас с вами посмотрели что шнурочек надо подвязать точно так же как для женщин а мерочка sb она конечно я вот и картинку вам показывал и сейчас рисуночек нарисовала да она будет у вас вот это талия а вот это бедра и конечно бедра будут меньше на такую фигуру чем талия и вы что сделаете так же как у женщин вы приснять и мерочек поставите вот сюда линеечку и измерите полуобхват бедер с учетом выступа живота то есть через вот эту линеечку вот здесь будет у вас стоять линеечка и мерочка объема бедер будет измеряться с учетом выступа живота вот примерно как то так это будет выглядеть то есть она будет уже никак не может быть мерка по бедрам меньше чем мерка по животику и тогда вы посту потому что вы не можете построить выкройку которого будет низ уже чем животик хотя у женщин мы это делаем довольно таки часто но мужчинам все-таки принято делать не такой вот хотя можно попробовать и легкую форму оверсайса но помните что прибавка по бедрам у мужчины да и собственно у женщины не может быть меньше 6 сантиметров прибавка по талии у такого мужчины не может быть меньше 6 сантиметров педа прибавка по груди у такого мужчины не может быть меньше 6 сантиметров больше может быть 6 это минимальная допустимая прибавочка для комфорта на крупных людей минимально допустимая страхуйтесь припусками добивайтесь правильной красивой пройма и будет вам счастье. Как изменить основу так, чтобы перед на животе не поднимался? Я уже ответила на этот вопрос. Для этого надо делать отведение среднего шва полочки. Надо опускать точку P1 как можно ниже для того, чтобы нарисовалась правильная пройма. И надо поднимать иногда еще дополнительно к этому боковой шов, но не более чем на 3 сантиметра. Если еще есть разница, то забирать ее либо в посадку, либо забирать ее в какую-то выточку именно на животике. А для того, чтобы ее обыграть, надо делать кокетку. Тогда вы в это удастся, вы должны еще разочек подчеркиваю, хорошо понимать, что для того, чтобы развернуть свое изделие, нужно поднимать боковой шов. Подъем бокового шва просит дополнительную выточку. Людмила, у меня такой вопрос по мужской одежде. Шью мужские спортивные брюки на мужчину с очень выступающим животом. Брюки любит носить под животом. Линию талии по переду придется очень сильно занизить, аж на 15 сантиметров. Это допустимо? Или просто потом в носке они сами найдут свое место, а я сделаю отпуск в пределах разумного сантиметра в 6-7? Во-первых, давайте вернемся к тому, что мы говорим. У нас есть замечательный инструмент на сайте, называется брюки от А до Я. И там это тоже очень подробно разбирается. Пожалуйста, приобретайте такие вещи для того, чтобы вам было все действительно понятно. Итак, у нас мужские брюки. Посмотрите еще разочек. Как правильно снять мерки? Вот здесь хоть и мелкая очень у нас картиночка, но если постараться ее разглядеть, вы увидите, что шнурочек по линии талии находится гораздо выше, чем брюки, которые носит наш мужчина. Мужчины не носят брюки, как правило, за редким исключением, на том месте, где носим их мы, на том месте, где мы завязываем им шнурочек. Поэтому вы надеваете, чтобы правильно снять мерки на своего мужчину, вы надеваете, пусть он наденет те брюки, которые ему нравятся на сегодняшний момент, да, и вы поворачиваетесь к нему вот так вот, или он поворачивается к вам боком, правым боком, как правило. У брюк есть пояс. Вы находите точку, где этот пояс заканчивается ниже, и начинается боковой швов ваших брюк. Именно в эту точечку вы ставите сантиметровую ленточку, опускаете ее по боковому шву аккуратненько вниз, затем делаете ручку вот таким вот образом, находите верхнюю подмышечку, под ягодичную складку, и на этом уровне ваши пальчики вот таким вот образом, да, показывают нам высоту сидения. Измеряете высоту сидения. Она, как правило, у мужчин очень маленькая, 19, может быть, 20 сантиметров, может быть, 21, 22 сантиметра. И при построении увеличиваете ее еще на 2 сантиметра как минимум. А если у вас полный мужчина, если он такой вот, ну, большой у него размер, может быть, и 3, и 4 сантиметра, чтобы ему обеспечить определенный комфорт. Затем только меритьку меряете до коленочек, и затем закрывая пяточку до линии пола. Вот так вы снимаете мерочки. Когда вы меряете ему бедра, вы, я уже говорила сегодня, подставляете линеечку, чтобы измерить СБ с учетом выступа животика. Вот этот момент, он уже позволит вам сделать высоту сидения пониже. То есть вы ориентируетесь не на шнурочек по талии, вы ориентируетесь на любимые брючки. И, конечно, когда вы построите эти брючки, так как он носит эти брючки под животом, вам придется сделать еще некоторое углубление, так сказать, на передней части наших брючек. То есть вот это у него шнурочек, да, а где-то вот здесь у него будет пояс. Вот так вот будет у него пояс, да, и вам придется, а вот это боковой шов. А вот это у него боковой шов. Значит, видите, какая высота сидения у нас получится? Это линия колена, но тут, как правило, вопросов не возникает. Да, высота сидения очень маленькая. И, конечно, когда вы построите такие брючки, вы можете сантиметра на 2-3 понизить переднюю часть полочки, линию талии на полочке, чтобы уже не уменьшать вот этот вот гульфик до каких-то 5-6 сантиметров. Это тоже уже будет нонсенс. Понизить и после этого только выполнять примерочку. Ну, конечно, у него не будет все идеально. И, может быть, на примерке еще захочется понизить вот эту линию талии, но здесь увлекаться уже нельзя. Сзади ваш пояс и ваши брючки будут сидеть на ягодичках и упираться вот в этом месте туда, куда нужно, да. Конечно, таким брюкам нужно, ремень их не всегда спасает. Я бы рекомендовала так называемые помощи, подтяжки, которые мы делаем для того, чтобы держать эти брюки. Ну, а кто-то из таких мужчин носит эти брюки, брючки на животе. Поэтому надо мерки снимать, отталкиваясь от любимых брюк, от той привычки, которую они имеют, для того, чтобы сделать все хорошо. Для того, чтобы угодить и для того, чтобы ему было комфортно и удобно. Так, идем дальше. На этот вопрос мы тоже ответили. Милана, строю на перегибистую фигуру с отведением по центру полочки. Молодец. В рубашке меня все устроило. Но в куртке у меня получилось оттопыривание спереди. Как этого избежать? Может быть, это получилось за счет того, что куртка выполняется из более фактурных материалов, более плотных материалов, более жестких материалов. Может быть, как раз вот это отведение в куртке надо было сделать немножко поменьше, а часть вот этого необходимого вам поворота оформить как раз в боковую выточку, которую спрятать, в свою очередь, в какую-то кокетку, а в этом месте потом задекорировать ее карманом. В общем, как-то обыграть и разбить вот это отведение в жестких тканях. Оно, видимо, не сработало, что оно стало у вас оттопыриваться. Да, успокоить, сделать его поменьше. И разбить на вторую выточку, которая будет выходить из бокового шва. В ваших примерках идет построение на сутулую фигуру. Выкройки получаются красивыми. Совершенно верно, потому что это необходимо для нашего, для обычного мужчины. В моем же случае перегибистой фигурой баланс равен трем, поступать как в женских построениях, то есть поднимать боковой шов. Да, совершенно верно. При талинных рубашках из тонких тканей, сатин, необходимо ли наличие бачка? Или, может быть, наопустить этот фрагмент, оставляя боковой шов? Необходимо наличие бачка. Если у вас изделие приталенное, идут небольшие прибавочки, обязательно вводите вот этот бачок, убирайте боковой шов, делайте как бы рельеф спереди, рельеф спинки, как я показала в последнем видео, и отведение обязательно включайте туда, отведение вот этого бачка в сторону спинки на полтора-два, в очень больших размерах на 2,5 сантиметра. И тогда это обеспечит вам нормальное прилегание. 4. Какие особенности при построении реглам в мужской одежде? Никаких побольше прибавки и все те же самые, что в женской одежде. Особенности никаких. Законы работают одни и те же. Главное, чтобы была построена нормальная, корректная и хорошая база. Отталкиваемся всегда от правильной, хорошей базы. Так, много вопросов. Рассмотрите, пожалуйста, в эфире нюансы при построении мужской базовой конструкции на крупных мужчин. Ну, я думаю, что это ответили. И еще последний вопрос сегодня прилетел на мужскую фигурку. Вопрос Алтаева. Автор Алтаева имя не назвала. Какой состав у стрейч ткани для брюк? Би-стрейч. Это что примерно по составу? Продавцы в магазине ткани не понимают, какую ткань нужно. Мне дали костюмку 32% вискоза, 65% полиэстер и 3% эластан. Эту ткань возможно посадить на себя? Если да, то с какой прибавкой? Значит, я полагаю, что это брюки все-таки женские. Спрашивают про женские брюки. Судя по составу, вискоза, полиэстер и лайкра, я думаю, что это хороший состав. Но помните одну очень простую вещь. К тому, что часто такие ткани называют сегодня поливискоза. Поливискоза – это значит и вискоза, это дерево, и целлюлоза, и эластан – это синтетика все-таки. Эта ткань хорошая, она приятная к телу, она не мнется и для брюк очень подходящая. Если, ко всему прочему, она еще у вас толстоватенькая немножко и тяжелая, не тонкая и нелегкая, то будет все хорошо. Помните, для брюк очень важно, для хороших брюк, чтобы не было заломов, очень важна ткань именно тяжелая, чтобы брюки сами себя в нужных наших ямочках оттягивали вниз и правильная утюжка таких брюк при их создании. Утюжка брюк тоже показана в курсе брюки от А до Я. Пожалуйста, приобретайте этот курс. Все ваши вопросы я там предусмотрела и очень подробно и детально рассказала об этом. Еще вопрос. Для куртки нужна ли локтевая выточка для рукава? Если куртка типа ветровки, у которой у нас не очень широкий рукав, а скорее рукавчик такой обычный, классический, то да. Больше того, локтевую выточку, чтобы хорошо легло, я бы рекомендовала прятать в шовчик, который идет по заднему локтевому перекату, а передний отводить, то есть делать выкройку уже как выкройка двухшовного рукава. Выкройка двухшовного рукава на мужскую фигуру замечательно показана в последнем видео. Би-стреч понятие не относится к составу. Да, это совершенно верно. Это означает, что она тянется подолевой и поперечной, а состав может быть разный. Совершенно верно, Катенька, обязательно. Именно такое дополнение я тоже хотела бы произнести вслух. То есть би – это значит, ткань тянется вдоль и тянется поперек. Это очень важное свойство для ткани брюках. Кроме того, что она должна быть тяжелая, но состав может быть как вискоза с полиэстером, да, с синтетикой, так и шерсть с синтетикой, так и хлопок с синтетикой. Но хлопок с синтетикой очень легкая все-таки ткань, потому что основа хлопка – это вата. Выкрыла брюки, оказалось, сильно занизила линию талии. Пояс может быть 9 сантиметров. Чтобы спасти ткань, или я не смогу сформировать утюгом для прилегания по спинке, перегибистая спина. Смотрите, ведь это совсем небольшая ошибка, когда вы выкроили брюки, а талия у вас оказалась ниже, чем вам нужно. Ничего, никакого пояса большого делать для этого не нужно. Самый простой выход из положения и самое простое решение этого вопроса – это углубить швы сидения задней и передней половинки в области точек Я2 и Я51. То есть углубляете, уже сметали шаговый шов, углубляете немножко вот этот вот шов сидения, да, на полтора сантиметра хотя бы углубите. Срежьте, сметайте, еще раз померите, и вы увидите, что линия талии у вас поднялась. Если этого будет недостаточно, углубите еще на сантиметрик. Обязательно не забывайте оттягивать средний шов, вернее шов сидения задней половинки под ягодицами, в области ягодиц, там, где идет у него поворотик. Это нужно делать до примерки, для того, чтобы его длина стала побольше, и для того, чтобы в этом месте этот шов не врезался вам в ягодички, для того, чтобы припуски отогнулись, и посадка была та, которая должна быть. То есть вот это все влияет. А перегибистая спинка здесь ни к чему. То есть вы можете, при перегибистой спинке, вы можете в среднем шве спинки немножко прибрать. То есть если там у вас в поясе идет какой-то заломчик, это значит, что вам длины просто не хватает. Оттягивайте сильнее раз, углубляйте два, и немножко забирайте в среднем шве спинки, то есть недостаточно раствора талиевой выточки по спинке. Вот это те вопросы, которые касались у нас мужской фигурки.